ЭКОНОМИКА 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 Охотничьи загоны, рыболовецкие запруды, лодки, жилища, огонь. Индивидуальные же орудия труда – топоры, копья, луки со стрелами, бытовая утварь, одежда, украшения – являлись личной собственностью. Собственность на пищу или другую добычу была также коллективной. Распределение ее было уравнительным или равнообеспечивающим. Суть такого распределения заключалась в том, что каждый член коллектива имеет право на часть созданного в нем продукта исключительно в силу принадлежности к нему. Каждый имел право на долю общественного продукта, но она не поступала ни в его собственность, ни в его распоряжение, он мог ее только потребить. С дальнейшим развитием производственных сил и появлением избыточного продукта возникла реальная возможность использования продукта членами коллектива и для иных целей, и прежде всего дарением. На стадии первобытной общины, неолитии, происходит переход к производственному хозяйству. Развивается земледелие и скотоводство. Правда, далеко не все неолитические коллективы перешли к производящему хозяйству. Сам переход был постепенно. А его последствия, обусловившие огромные преимущества земледельческо-скотоводческих коллективов над охотничьей, рыболоведческими, сказались далеко не сразу. Тем не менее, понятие неолитической революции, аграрная революция, введенная Чайлдом в 20-е годы 20-го века, достаточно ярко выражает процесс перехода к земледелию и скотоводству как кардинально новым типом хозяйственной деятельности. Продолжение следует... 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 были мощным стимулом производства, стали появляться обменные эквиваленты, редкие раковины, украшения, камень, птичьи перья.